Наталья Обливина Это на 14% больше, чем в четвертом квартале предыдущего года. Таким образом, объем спроса показал значительный прирост числа сделок. Основной прирост спроса пришелся на объекты класса масс-маркет. Это недорогие малогабаритные квартиры в обжитых районах Петербурга и пригородных территориях Ленинградской области. Основными причинами увеличения спроса стали колебания валютных курсов, увеличение инфляции, отзыв лицензий у кредитных организаций, а также ожидание роста процентной ставки по ипотечным кредитам. В первом квартале этого года наблюдалось снижение объема предложений по отношению к уровню предыдущего квартала на 0,9%. В марте 2014 года на рынке первичной жилой недвижимости Петербурга и пригородной черты Ленинградской области предлагалось 3,920,000 квадратных метров жилья. В первом квартале 2014 года положительная динамика средних цен отмечается по всем территориям и классам. Повышение цен осуществляло большинство девелоперов. В итоге в административно подчиненных районах Петербурга средние цены выросли на 5,9%, в обжитых районах города на 1,8%, а на пригородных территориях Ленинградской области на 2,3%. Средняя цена квадратного метра зафиксированная на конец марта 2014 года в классе «Масс Маркет» составила в обжитых районах Петербурга 94,058 рублей, в административно подчиненных районах 74,966 рублей и на пригородных территориях Ленинградской области средняя цена квадрата составила 72,516 рублей. В сегменте бизнес и элита в обжитых районах Петербурга средняя цена квадратного метра составила 147,212 и 250,229 рублей, в административно подчиненных районах города 118,103 и 216,430 рублей за квадратный метр. В начале 2014 года стартовали крупные объекты на территориях Каменки и Янина, а также продолжается освоение земель в высококонкурентной зоне сегмента жилья массового спроса – Мурино, Новая Девяткино. За подробностями мы обратились к Ольге Трошевой, руководителю консалтингового центра «Петербургская недвижимость». В последние уже годы рынок постоянно увеличивал объем спроса в пределах 500 тысяч в последние годы. Эта тенденция в ближайшие годы продолжится при учете стабильной экономической ситуации. В последнее время основная объема спроса приходится, безусловно, на класс масс-маркет. Это основной объем, свыше 90% сделок. Лидирующими районами по спросу на сегодняшний день являются такие районы города, как Выборгский, Московский, Красносельский, Невский район, Приморский район. Активно развивается пригородная зона, и, в частности, Всеволожский район. Большая часть предложений, которые представлены именно там. Есть определенные активные зоны, которые представляют основной объем предложений сегодня, такие как Кудрово, зона Мурино-Девяткино. Есть перспективные территории, которые в ближайшее время будут пополняться новыми объектами, такие как Янино, Сертолова. В структуре сделок, безусловно, большую роль играет сегодня ипотека, потому что свыше 40% по нашим подсчетам на рынке в классе масс-маркет производится с привлечением ипотечных продуктов, поэтому это такой важный индикатор. Предложения на рынке с учетом пригородных территорий достигают уровня в 4 миллиона. Если говорить об объеме строящегося жилья и уже введенного, но находящегося в продаже, то это свыше 8 миллионов квадратных метров. Объем предложений в последний квартал достаточно стабилен. Отмечаем, что активно увеличивается объем спроса. И даже в первом квартале, несмотря на ситуацию, что, как правило, наблюдается снижение небольшое, связанное с сезонностью, с праздниками, в этом первом квартале 2014 года объем спроса даже увеличился на 15% по сравнению с концом 2013 года. Продолжает наш выпуск обзор цен на рынке готового жилья. По данным Центра исследований и аналитики группы компаний «Бюллетень недвижимости», за прошедшую неделю стоимость жилья на вторичном рынке Петербурга понизилась. Средняя цена предложения составила 100 100 рублей за квадратный метр. Доля объектов, цена которых меньше 70 000 рублей за квадратный метр, составляет 3,5% от общего объема предложения квартир. Большую долю рынка 73% занимают объекты, цена за квадратный метр которых от 70 до 110 000 рублей. 9,5% приходится на объекты стоимостью от 110 до 120 000 рублей за квадратный метр. И доля дорогих объектов, цена которых больше 120 000 рублей за квадрат, составляет ровно 14%. Самыми дорогими на вторичном рынке остаются однокомнатные квартиры в домах старого фонда с капитальным ремонтом. Здесь стоимость квадрата составила 120 600 рублей, а без капитального ремонта – 113 300 рублей. Самыми дешевыми вариантами остаются трехкомнатные квартиры в старой панели. Средняя цена предложений на этой неделе составила 81 200 рублей за квадратный метр. Самое дорогое жилье на вторичном рынке Петербурга предлагается в Центральном районе. Цена квадратного метра здесь составляет 113 600 рублей. Самое дешевое жилье предлагается в Красносельском районе. Стоимость квадратного метра жилья здесь составляет 87 600 рублей. Также недорогое жилье можно приобрести и в Невском районе, где цена квадратного метра составляет 88 900 рублей. Это был обзор тенденций на рынке жилья Петербурга. За минувшую неделю с вами была Наталья Обливина.